Что мне спрятать? Может мне спрятаться? Да, конечно. Вы давайте по работе общайтесь, а потом я с вами буду. Я буду сейчас вам диктовать, понятно? Сейчас на ты начну разговаривать, понимаешь, нет? Но есть вот такое вот наказание замечательное, как общественное порицание. И оно самое эффективное, поверьте. Вы вправе на меня подать в суд. Здравствуйте. Заявление написать? Здравствуйте. А здесь гражданина моего знакомого удерживают. И по этому поводу хотел бы заявление написать. Понял. Запишите номер телефона. 269. 269. 269. 51. Это дежурная часть. Дежурная мне даст команду вас запустить. А мне в дежурную часть заявление где я буду писать? Заявление какое? По поводу незаконного удержания гражданина. Я в заявлении гражданин имею полное право. Не важно, что я напишу. Я просто скачу. Проводите дежурную. Я вас понял. 5-й отдел полиции. Дежурная часть. Здравствуйте. Здесь непосредственно у вас на контрольно-пропускном пункте стою. И в дежурную часть мне нужно попасть, написать заявление в связи с незаконным удержанием гражданина моего знакомого. Какого гражданина? Я недавно поступил. Алексей Котляр. 69-68-96. Все вопросы туда. Вы ошиблись кабинетом. Это комната, где находятся административно задержанные граждане. И вы сперва, прежде чем так утверждать, что незаконно, вы позвоните в 69-6. Мужчина, меня слышите? Вы мне номер продиктуете? 69-68-96. Все вопросы туда. 69-68-96. Все, спасибо. Да, вам туда. Дежурный Сережков. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас Алексей Котляр из задержанных. Числится такой? Котляр? Да, да, да. Есть такой, да. Есть такой. Вот смотрите, я сейчас на КПП стою. Мне нужно попасть в дежурную часть и написать заявление. Мне нужно от вас, чтобы вы дали разрешение на пропуск меня. А я при чем? Ну, дежурный так сказал, чтобы меня пропустить. Я знаю, что вы тут ни при чем. Я тут должен просто был пройти и все. Просто как бы нужно ваше подождите. Подождите, я не понимаю, что это за заявление? Какое заявление? Заявление от гражданина я хочу написать. На кого? Ну, я сейчас приду непосредственно в отдел, я не знаю, на ответственного, кто ответственный. Я не понимаю, что вы сейчас вот хотите? Я хочу подойти в отдел, написать заявление на имя начальника. На кого? На имя начальника отдела. На имя начальника отдела. О том, что данный гражданин не отпускается. Сказали, он будет находиться до утра в отделе. Хотя его личность установлена. На каком основании? Есть ли протокол задержания? То есть задержан ли он? Есть. Есть. То есть это все оформлено, да? Конечно. Кто-то может будет обжаловать ваши действия? Ну, это его все правы, конечно. Ну, я-то вот про что и говорю. Тогда дайте мне возможность написать заявление, как гражданин Российской Федерации, имея на это полное право. А вы уже там решите, законно, незаконно. Да я при чем? Я здесь в дежурную часть обращаюсь. А, ну, тем более. А это что? Куда я позвонил? Это вы позвонили по разбору. По разбору? А зачем мне туда наш телефон? Не знаю. Так, а в дежурную часть тогда мне как позвонить? В дежурную часть? Так, нет, он сказал, не туда. Он сказал, не дежурная часть. Так, 2, 69, 68, 51, позвоните. 69, 68, 51? Да. Спасибо. Матас какой-то. Вот я только что... Да я вас по нему прекрасно понимаю, и вы меня прекрасно понимаете. Вот эти игры, блин, а тут, а я тут как-то между этими. Ну, между огней, понятно, да, 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 да. Пятый отдел полиции, дежурная часть, слушай. Вот отлично, это дежурная часть. Скажите, как мне к вам попасть для написания заявления? Я вам дал номер телефона, будьте добры, звоните туда, по человеку. Мне не нужно звонить, вы разберитесь, красавица. Так, во-первых, голос, послушай меня внимательно, голос. Нормально, он слышишь, он повесил. Он еще на него будет жаловаться, я сейчас на него напишу жалобу. Вот посмотрите, какая подлюка. Вас как зовут? Вадим. Вадим, я вас попрошу туда выйдите, чтобы я потом не получил, ладно? Да я вот тут посижу, постою, точнее, потому что там холоднее, чем здесь. Нет, я вас попрошу, мне просто сказали дежурную, чтобы ожидали там. А, вам дежурный позвонил, сказал, да? Прошу вести часов, у меня тут закрытое помещение. М-м-м, понятно. УВД по городу Ворон, Черебникова, слышу. Здравствуйте, примите, пожалуйста, жалобу на действия сотрудника полиции. Что произошло? Нахожусь я на маршала, на маршака улица 6А, это отдел полиции номер 5. Стою я на конторно-пропускном пункте и хотел зайти, значит, ну, мне прежде чем в дежурную часть попасть, нужно пройти этот пункт. Дежурный, позвонив по телефону, значит, меня сказал, что не пропускать, и я хотел написать заявление, а меня не пропускают. Вот, хотелось бы на дежурного, кстати, и пригласить ответственного по городу, значит, эту ситуацию регулировать. Я прямо вашу жалобу, вашу фамилию, я не очень понимаю. Да, Серовы, Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич, какого года рождения вы? 21 декабря, 83-й год. Все, я поняла. Так, жалоба на кого? На действие дежурного? На действие дежурного, дежурный непосредственно, кто в дежурке находится. Фамилию назовете его? Фамилию он не представился, в грубой форме общался и повесил трубку. Жалоба на то, что общался грубо и не повесил? Он непосредственно не дал мне возможность прийти и оставить заявление. То есть, по факту я лишился этого права. Подачи заявления. То есть, я стою, меня не пропускают. Если вы хотите оставить еще сообщение какое-либо, я могу от вас принять сообщение. Нет, нет, я хочу написать заявление в дежурной части. Мне нужна бумажка, ручка и непосредственно помещение, где это сделаю. Вот, хотел бы это сделать. Меня ограничено в моем праве. Хорошо, записала вашу жалобу. Скажите, когда смогут отреагировать ответственные по городу? Подъехать на место? Я думаю, он где-то, наверное, катается. Мы три минуты нет, там жалобу мы регистрируем, и уже потом будет проверка проводиться. Нет, проверка-то понятно. Это я понимаю, что будет проверка проводиться. А сейчас действие для восстановления моего права. Я хочу сейчас подать заявление. Тем более, я хочу подать заявление еще письменное, чтобы оно закрепилось на данного сотрудника. Два от меня будет заявление. Дежурной части. Вот я сейчас хочу своим правом воспользоваться. Ну, сейчас будем связываться уже с пятым ходилом. Да, да, да. Да, жду, спасибо. Я буду здесь находиться. Будем уже выяснять. Спасибо вам, буду ждать. Спасибо большое. До свидания. Даю. Освободились? Алло. Добрый. Давайте, давайте сделаем так. Я сейчас пройду. Это же не запрещено мне в дежурную часть попасть в фойе, где граждане могут ознакомиться с информацией, которая для граждан указана. Давайте, давайте, смотрите. Нет, давайте, смотрите. Я сейчас договорю, давайте я сейчас договорю, что я хотел вам донести. Значит, чтобы у нас вообще состоялся диалог, если вы хотите пообщаться, тогда нам нужно не по телефону общаться, это первое. Второе, мне нужно написать две жалобы, два заявления непосредственно в отделе. То есть, чтобы мне это сделать, мне нужно листок, бумага и место, где это сделать. Да, теперь можете, да. И что? Я заявление написать, вы слышите меня? Послушайте, я заявление напишу, что я буду на кого жаловаться, не жаловаться. Я напишу. Мне нужно написать. Вы меня ограничиваете в моем праве? Послушайте. Вы для начала, давайте, вы представитесь, кто вы есть. Фамилия, имя, отчество ваше, представьтесь. Вы слышите меня или нет? То есть, сотрудник полиции еще и не представляется. Вот благодаря таким сотрудникам, которые сейчас сидят, потом пострадают все сотрудники отдела. Нет, это уже не первичный случай. И я вас понимаю. Телефон доверия главным управлением ВД России по Воронежской области дежурной казни. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Хотел бы оставить жалобы на действия сотрудника полиции. Минуточку. Вы представитесь? Конечно. Серов Вадим Юрьевич. Ага. Серов. Вадим? Вадим Юрьевич, да, верно. Суть. Значит, сейчас стою улица Маршака, дом 6А, отдел 5-й полиции. Хочу пройти в дежурную часть для написания двух заявлений. Дежурный в грубой форме мне отказал. Причем я просил его представиться по телефону. Это все было на КПП, на пропускном пункте. Он отказался, представляешь, сказал, больше я с вами разговаривать не буду и положил трубку. То есть я не могу воспользоваться своим правом на подачу заявления. Он сказал, это режимный объект, я вас сюда не пропущу. Получается, а, подождите, дежурный у них там есть на воротах на КПП? Не, 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 на воротах вообще молодец, очень хороший полицейский. Он понимает, что тот действует незаконно и всячески как бы сглаживает ситуацию. А дежурный, который находится в дежурке, в дежурной части, вот в этом отделе, ведет себя неадекватно. Не пропускает вас? Ни в коем случае вообще, говорит, в режиме объекта, я вас не пропущу и представляться отказывается. То есть у него два. Он нарушил мое право непосредственно знать, с кем я общаюсь, то есть он должен был представиться, да, в федеральном законе полиции, статья 5, пункт 4, и непосредственно мое право на подачу заявления. Он меня по факту лишает, причем одно из заявлений на его как раз действие. Вы сейчас где находите? Я сейчас прямо здесь, на контрольно-пропускном пункте. Хорошо, сейчас будем разбираться. Хорошо, я жду, спасибо. Сейчас должен позвонить с главного управления. Уже позвонили? Уже позвонили. Что сказали? Давайте документы я вас запишу. Что-то он какой-то странный. Я же так просто не сдамся, я еще ему замстю, но это в мягкой форме, как могу, законным способом. И я потом тоже буду страдать. Вот понимаете, вот в том-то и проблема. Я вас приказ понимаю, из-за этого я на вас никакую злобу, ничего не вмещаю. Другие бы граждане и на вас бы агрессию вмещали. Так вы просто исполняете то, что он приказ дежурный. Я приказ все понимаю. А вот там сидит не здравый, не нормальный человек. Так что ровнять по одному вот такому вот всех невозможно и нельзя. Вон там видно, что закушался, может, чего не знаю. Может, что принял. Все, пожалуйста. Все, прямо так понимаю, да? Да, второй портит. Все, спасибо. Здравствуйте, а с кем я общался по телефону только что? С вами? Сергей Валентинович, а фамилия как? Бухтенков. Я не с вами точно пообщался по телефону? Я слушаю вас. А можно выяснить, с кем я общался по телефону? Скажите, дежурная часть. Я слушаю вас. Это мой первый вопрос. Я вас слушаю. Я задаю вам первый вопрос. С кем я общался только что по телефону? Я не знаю, с кем вы общались по телефону. В это дежурная часть. Дайте номер сейчас скажу. Сейчас, мы сделаем по-другому. Сейчас, одну секундочку. А вы не могли бы телефону? Я не мог бы. Так, сейчас. Я ничего убирать не буду. Что мне спрятать? Может, мне спрятаться? Да, конечно. Я не говорю, а он спрятан. Вы давайте по работе общайтесь, а потом я с вами буду. Надзорных, 52-й. Я буду сейчас вам диктовать, понятно? Сейчас на «ты» начну разговаривать, понимаешь, нет? Слушал. Вот это с тобой, значит, общались, да? Не с тобой, а с вами. Не с тобой, а с вами. С тобой, значит, общались. Теперь я знаю, на кого жалобу конкретно писать. С тобой, а с вами. Я с на «вы», по крайней мере. Значит, заявление мне два и ручку. Будьте так добры. Я пригласил для вас оперуполномоченный Кукушкин. Замечательно. И примет от вас все рассмотрения, какие вы хотите записать. Замечательно. Сейчас просто можете ознакомиться с информационными. Меня? Да, все верно. Здравствуйте. Куда с вами уже пройти? Ко мне. Прими от человека все, что... Я очень-очень надеюсь. В любом случае, жалоба будет, все как бы... У меня к вам огромная просьба. Очень большая просьба. Пожалуйста, не надо больше с этой кресте. Вот вы поняли, про что я говорю. Вот просто прочитал, ладно, ну как бы, как вы говорите. Немножко не согласен, значит, по поводу трубку не ложил. Подожди, я не договорил. Я слышал от вас эхо сейчас. Ну, можно, например. Даже, да, да. Я слышал от вас эхо и шумы, и потом просто связь прервалась. Я реально 100%... У меня здесь камера фиксируется. Но я просил, когда вас представится, вы отказались это сделать. По поводу представится, уже я уже только представится, я слышал тоже сброс. То есть, потом, когда начал перезванивать я на КПП, соответственно, был занят. Только потом у меня прошел разговор с начальником смены управления города, где он сообщил о том, что вы подъехали. То есть, как бы, ну, неважно, по работе он мне дал указания. А почему вы изначально меня не пропускали сюда? Для подачи заявления? А вот я когда позвонил и сказал, что я хочу подать заявление, вы говорите, что закрытые объекты сюда нельзя. Просто так пройти. Я вот задавал вопрос. Нет, вы, как сказали, я хочу пройти, проинформироваться, что-то такое. Я сказал сначала подать заявление. И непосредственно заявление. Нет, 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 я сказал для конкретных заявления. Честно, я вот говорю так, я себя вел реально нормально. Не нахамил. Я даже не тыкнул вам. У меня дело в том, что, смотрите, я начал тыкать, тем самым ничего не нарушив. Не, 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 я не нарушив, я объясню. Потому что та ситуация, которая сложилась, можно, конечно, по-разному, как бы, ее интерпретировать. С вашей стороны, там, с моей стороны. Но я скажу так, все, что происходило, аудиоразговор, это все зафиксировано. Я могу сказать точно, любой человек, который прослушав аудиозапись, может сделать тот же вывод, который сделал я. Потому что поставив на место, как бы, ну, так, третьей стороны. Потому что он, послушав вас и послушав меня, увидит, услышит, что непосредственно было сказано. И как? И как трубка повешена, не повешена? Вадим, Вадим Юрьевич. Вадим, Вадим Юрьевич, знаете, как бы, вот, запись, как бы, аудиозапись, не является вещественным доказательством. Она в совокупности, в совокупности со всеми. Просто буду слушать голос, соответственно, любой голос можно спутать, подделать, все. Да, если вы на видеокамере что-то засняли, а вопроса нет, тут можно было бы не просто. Не могу сказать, что я могу, можно даже... Разговаривай, вы, когда я подошел сюда, вы сказали, что не вы общались со мной по телефону, а общались именно вы. Потому что я сразу здесь же позвонил на телефон, и вы здесь сидели, и именно вы взяли трубку. Да, здесь служба 3 членов. Да. Вы хотите сказать, что не вы брали трубку, не вы со мной общались, хотя вы ранее подтвердили, что вы... В принципе, Валерий Ильич, это уже не важно. Кто брал, не брал, вы уже... Ну понятно, но я уже понял, какую позицию вы заняли, мне было важно, и почему с вами затеял этот разговор, понять, какую позицию вы выбрали. Я уже вам уже, какую позицию выбрали. Я понял, это нормально, это защита ваша. Ладно, ладно, хорошо. Телефонная трубка... Надо заниматься... Да, 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 да. Это, у нас... Просто надо заниматься сейчас. Вы, товарищ, довольны в том, что у вас приняли заявление, объяснение приняли. Да, 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 уже в этом плане, конечно, довольны. Все, все. Просто решите, и нам надо заниматься. Вот, делай, и то же дальше. Я просто... Снимать здесь не надо. Не, 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 я просто, чтобы ваше лицо запечатлеть, чтобы знали героя. И сразу ушел. Ушел, 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 ушел. Вообще далеко ушел. Ладно. Ну, хотя бы запечатлел. Все, до свидания. Не, сейчас... Да, я обратно. Все-таки вернулись, это хорошо. Я вам по счастливому пути, счастливого. До свидания, хорошего дня, ночи, вечера. Вы лицо свое не покажете? Просто есть вот такое наказание. От руководства, может, вам и ничего не будет, но, скорее всего, будет. Но есть вот такое вот наказание замечательное, как общественное порицание сотрудника полиции. И оно самое эффективное, поверьте. Когда посмотрят ваши родственники, вы сами. Вы вправе на меня подать в суд. Да. У вас есть такая возможность, у вас есть такое право. Пожелайте мне до свидания. Откроем лица под масками, шатками и касками. Отпишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. Стонированным стеклом и переградом непомерным. Не стой в стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль, но страшно городом громким выведем.